Друзья, количество просмотров фильма, снятого мной с Сайногорским телевидением, фильм называется так, что такое черный рак, как с ним бороться. Вот у него десятки тысяч просмотров, то ли 30, то ли 50, в общем, видели, значит, и некоторые из вас тоже видели. Вот здесь, поняли, где съемки шли, вот здесь они шли, съемки, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот эти деревья были уничтожены раком, так же, как справа, так же, как слева. Вот смотрите, видите, вот это вот здесь, на этом участке, растут яблони. А рак остался только яблонь. А ни одна яблони не пострадала. Он, кстати, прилегает к моему, там у нас общий забор, да? Ну, скажите, повезло. Но дело в том, что хозяину в голову не приходило не срезать ни одной веточки. Ну, неграмотный мужик, он ни одной в жизни статьи не прочел и никогда не прочел. Это совсем другой мир. А вот там дальше, видите, еще один участок. Там было десяток, ну, нет, не десяток, меньше, великолепнейших яблонь. А эти яблони, им всем, они были посаженничками, вот так. Потом старые хозяева меня попросили, старики, привить, и я привил. Выросло чудо необыкновенно. Это было не яблоки, это была сказка. И до меня там была еще осенняя радость прекрасная. Яблоня, единственная, которая до меня посажена. Все это выросло. Как я жалею, что я не делал фотографии. Но я сделал фотографию единственных участков, в том числе, росла необыкновенно прожорливая 30 этих ведер каждый год. Ранетка, полукультурка под названием красноярский пипинчик. И этот красноярский пипинчик по вкусу не уступал ни одному из тех яблонь, что я же ему привил. Ну, может быть, только мел бы мог уступить там. А порту по вкусу не уступал, пипинам классическим не уступал. И вот этот пипинчик, да, вот, рос себе, никому не мешал. Две фотографии сделал, поищу, надеюсь, найду. И хозяева выпилили этот пипинчик аккуратно за несколько дней до приезда к Курдюму. Как я хотел ему показать. Он влюблен в полукультурки. Он, это, боготворит их. И он мне повернул мозги. Николай Иванович, огромное спасибо. Я тоже увлекся этими крупноплодными, вплоть до 600 грамм. Вон у меня там возле туалета растет 600 граммовые эти. Но что ты будешь делать, когда это самое... Наступило время уничтожения с помощью рака, привезенного в Среднязию, вместе с саженцами. Вот. Что это было делать? Здесь рак сожрал все. А знаете почему? Потому что хозяин взял в руки пилу и начал отпиливать нижние ветки. Он убил один абрикос, мной посажен, уже плодоносящий. Он на полыну убил второй. А эти... Стоило только отрезать ветки, рак тут же сожрал взрослые мощные деревья. И он их все выпилил. Сейчас там пустота. Вот. Пустота. Поняли, да? Вот. Эта беда коснулась прежде всего тех, кто режет. Ну и здесь что? Здесь, когда мы участок этот купили, вот за что были отданы деньги. И за рак в том числе, смотрите. Вот это те самые. Может кто-то узнает, кто фильм видел этот участок, да? Это уже сливы. Сливы мощные, роскошные. Это китайки. Старые-престарые. Я еще тут у меня не был, они уже тут росли. Вот, видите. Да самое главное, что я хочу сказать. Вот. Уничтожили мы деревья. Так. Раковые. И совсем рядом, получается, наш питомник. Вот. Страх, 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 страх. Что будет? Доберется рак до нашего питомника. Ведь я вам показал, питомники 15-20 молоденьких яблонь стали уже двухлеток, стали уже маточниками. То есть, с них уже срезаются ветки. Но это вынужденная мера. А я говорю всегда, все как есть. Не скрывая, беспритрастно. Друзья, не режьте деревья. Вас предали. Вас предали сотни, тысячи авторов. Сейчас на многих сайтах люди, которые не вырастили ни одно дерево, но продают их тысячами. Понятно, перекупщики появились. Интернет-магазин по саженцам должен стать словом матерным, проклятым. Есть еще питомник, где-то на Ладан еще дышат наши. Помните фильм, я снимал несколько дней назад на рынке. Там были саженцы с настоящего питомника. Но это уже редкость. То получается, что перекупщики привозят саженцы из-за рубежа и вместе с болезнями. Вот и все. И вот сейчас страх он живет. Но еще раз говорю, год прошел, я перекрестился, рака нет. Год прошел, я перекрестился, рака нет. Жаль, невыносимо жаль, что приходится так рано, через два года, уже калечить деревья, срезая ветки на прививку. А как иначе? Я вам уже назвал цифры. Здесь 200 тысяч, вот этот кусочек. То есть сотка 20 тысяч получилась. Даже больше тут нет, 10 соток. Там 500 тысяч. А там, сразу за это, самая лучшая в Сибири земля для выращивания, не просто для выращивания, рядом живописные несения замезачьи, рядом рощи эти самые сосновые, березовые, там белые грибы, там все. И вот эти вот, довольно большие площадь, десятки, сотни, а если разобраться до Шушенска, тысячи гектаров, лучшие участки, вот вам они земля. Вы понимаете? Я когда-то рассказывал, что я все-таки задал этот вопрос одному из чиновников. Я рассказывал случай, когда меня, как тяжеловеса, тот, кто это самое, хотел устроить родовые поместья, уже собирались люди, кучковались. Вот, ему отказали вправе переименовать землю, на которую нельзя даже туалет построить. Вот, а он здоровье купил. И бесполезно, и людям не дали. И сейчас там одна сосна растут. Я уже целый фильм снял. Я хочу сказать, что ничего не изменилось. Ровным счетом ничего. Все так же, как прежде. Ни пяди земли. Нельзя, чтобы люди землю имели. Нам нужно городское быдло в этих хрущевках, пяти этих самых, этажных. Нам нужно быдло. Быдлом легче управлять. Вот. Это намного легче. Знаете, видимо, когда показывают, где во Франции фермеры привезут тонн 50 навозу свеженького, знаете, похудшего, и вывалят где-нибудь посреди Парижа. Вот. Люди самостоятельные, люди гордые. Люди, которые палили потом землю. Вот. Никто не хочет, чтобы у нас были такие люди. Главное-то не это. Пусть это будет морковка, петрушка. Вот. Швекла. Сейчас в городе запретили торговать на улицах этой же морковкой, петрушкой, зеленью. Вот. И опять нищета. И опять люди одни не смогут вырастить, другие не смогут продать. Творится что-то невероятное. Вот. Такое впечатление, что мы оккупированы. Других слов подобрать не могу.